Непредсказуемая аномальная погода в этом году пришла практически во все регионы страны. Специалисты говорят, что в Пермском крае метеокапризы уже спровоцировали задержку роста плодово-овощных, а также зерновых культур. Сейчас по большинству культур идет задержка по фазам развития на 2-3 недели. То есть вот этих вот 2-3 недель нам уже не хватает и их может быть даже и уже не наверстать. Если в прошлые годы была хотя бы дневная более-менее высокая температура, то в этом году и дневная, и ночная низкая. Поэтому теплолюбивых культур урожая особого ждать не стоит. Ни огурцов, ни томатов, ни перцев много не будет. Более-менее хватает тепла водостойким растениям, таким как капуста, морковь, свекла. У них тоже идет задержка в росте, но по мнению овощеводов, если не будет экстремальных условий, засухи или заморозков, они смогут вызреть в срок. А вот картофель, который относится к теплолюбивым культурам, скорее всего даст скудный урожай. В условиях низких температур даже подкормка не способна улучшить рост и урожайность. Если температура низкая, то реакции идут медленно. И, соответственно, усвоение элементов питания тоже идет медленно. Поэтому хоть закормись, единственное, что можно сделать, это осуществить какое-то укрытие. Даже холодостойких культур, то есть ту же капусту, ту же морковь, если есть такая возможность, то сделать дуги, на эти дуги накинуть укрымной материал и вот хотя бы так повысить температуру. Чтобы уберечь растения от переувлажнения, рекомендуют оборудовать рядом с грядками дренажные траншеи глубиной и шириной в штык лопаты. Насколько действенными окажутся методы поддержки растений, покажет осень. Специалисты считают, что если она будет длительной и теплой, то можно будет надеяться, пусть не на богатый, но ощутимый урожай.